Ямальский район И этот день настал. Три команды, набравшие наибольшее количество очков за пять отборочных игр, прошли финальную часть районного интеллектуального проекта. Торжественно и волнительно, ведь в финальном этапе все по-настоящему. Волчок, гонг, зрители в зале, господин ведущий и еще внешний вид игроков – мужчины в строгих костюмах и бабочках, женщины в вечерних нарядах. В первой финальной игре принимает участие команда Ямальской школы-интерната. В составе Шустикова Дмитрия Владимировича. Просим проходить к игровому столу. Бадеева Надежда Александровна. Мадаева Оксана Владимировна. Густав Виталий Валерьевич. Гилюк Виталий Александрович. Капитан команды Мальцев Сергей Владимирович. Финальная игра проходила по классическому сценарию «Телезрители против знатоков». По правилам «Что, где, когда» побеждает та команда, которая первой набрала 6 очков. На обсуждение дается 2 минуты. Если знатоки готовы дать досрочный ответ, необходимо подать условный знак. И еще. В зале, где проходят финальные игры, присутствуют защитники интересов команды знатоков и команды телезрителей Дмитрий Ульянов и Надежда Кириченко, соответственно. Первый вопрос первой финальной игры житель Ярселя Александр Мальков интересуется. 20 января по старому календарю 2 февраля по новому 1905 года произошел случай, вошедший в учебники по физике. После чего для военных частей была введена команда идти не в ногу. Что случилось и почему? Наверняка многие из телезрителей дали правильный ответ. Не составило труда сделать это и учителю физики Ямальской школы-интерната Виталию Гилеву. Именно тогда, в 1905 году, в то время как солдаты маршировали в ногу по одному из питерских мостов, сооружение стало рушиться. С тех пор военные полки по мостам идут не в ногу. Явление это называется резонанс. 1-0, первое очко на счету знатоков. Но это только начало. Все самое интересное впереди. Со знатоками играет жительница Ярселя Ирина Шугурова. Внимание, черный ящик. Я думаю, что будет легко ответить госпожу Густаву, а также нашим прекрасным домам, которые сидят за этим столом. Итак, этот прибор был изобретен в США в начале 20-х годов. Впервые он начал выпускаться фирмой, до того занимавшейся производством миксеров для коктейлей. И быстро завоевал популярность у значительной части населения. В 30-40-х годах появились модели с регулировкой степени нагрева и скорости. А почему в 60-е годы объем продаж этих приборов резко возрос? Время. Что в черном ящике? Вы уже знаете. Мы остановились на той версии, что это электрический фен для укладки волос. А причину, какую мы предположили, мы, конечно, в то время еще не существовали, но помним по художественным фильмам, что в то время были модные очень пышные прически, локоны, возможно, для химической завивки. Знатоки заработали еще одну очко. В черном ящике действительно лежит фен. И это второе очко – заработанная команда Ямальской школы-интерната. Увы, оно же стало последним не только в этой игре, но и в сезоне в целом. Учителя проиграли знатокам со счетом 6-2. Ну, команду свою оцениваю всегда очень хорошо, потому что версии, варианты правильных результатов у нас были. Игра замечательная. Надеюсь, что команда наших соперников повезет больше. Удачи им. Мне очень понравилось. На самом деле, я представляю, как волнительно знатокам находиться за столом и понимая, что волчок выберет вопрос, неизвестно, с какого уголка нашего района, и что же там житель спрашивает. Наверняка это такие эмоции непередаваемые. И вы знаете, когда сидишь в зрительном зале, самому хочется там оказаться и еще где-то на себе. Небольшая музыкальная пауза, и к финальной игре приглашается вторая команда-финалист. Во второй финальной игре принимает участие Юрсалинская центральная районная больница в составе. Прямикова Елена Валерьевна. Лагриненко Мария Махмутовна. Кузеек Василий Иванович. Горяев Владимир Геннадьевич. Кузеек Василий Иванович. Кузеек Василий Иванович. Кузеек Василий Иванович. И капитан команды Рубская Наталья Николаевна. На таки готовы. Зрители в зале тоже. Можно начинать. Первый вопрос второй финальной игры довольно интересен. Давайте подумаем над ним и мы. Должен выдержать один час при температуре 1100 градусов по Цельсию. В базе вопросов, что, где, когда, он встречается несколько сотен раз. Внимание, вопрос. Назовите его. Время пошло. В числе вариантов и знатоков, и зрителей было множество вариантов. Волчок, гонг, микрофон ведущего и так далее. Ответ заставил улыбнуться. У нас есть вариант «Титан». Я вижу, что соперники, ваша команда школы-интерната, знают правильный ответ. Мы предполагаем, что это глупо. Внимание, правильный ответ. Черный ящик. 1.0 в пользу телезрителей. Новый вопрос от жительницы села Салимал, Марины Александровны Тиньковой. Тюменскую землю часто именуют воротами в Сибири. Ее сказочные богатства издавна манили россиян. По быстрым рекам, на утлых ладьях, по узким горным тропам, сквозь тайгу и болото пробирались они в Сибирь. Внимание, вопрос. Подумайте и скажите, жители каких городов Древней Руси первыми проникли в наш край? Когда отворили они ворота в Сибирь? За отведенные две минуты версиями делятся знатоки и уже сыгравшая команда педагогов. А вы уже ответили на этот вопрос? У нас два варианта. Жители городов Казань и Ростов. Первыми были новгородцы. И это было в 10-м, 11-м веках. В отличие от знатоков, правильный ответ почти сразу родился в третьей команде-финалисте – культура. Игрок команды Зоя Сафарбекова по роду своей деятельности отлично знает историю родного Заполярья. В общем и в целом, даже лучшим знатокам Ямальского района не всегда удавалось дать правильный ответ. Я считаю, что телезрители вопросы поставили правильно. Очень интересные познавательные вопросы. И вопросы основывали на логику. Ну и на знание истории, конечно. И на логику, и на знание наук. Телезрители постарались. Однако активность проявили далеко не все поселки. Как бы там ни было, вопросов на третью финальную игру хватит на всех. Тут сложно сказать по поводу активности, потому что какие-то населенные пункты очень активно отреагировали. Например, такие как Салимал, Ерсалинцы очень хорошо. Несколько вопросов Новый порт, Мыскаменный. И Панайск ни одного вопроса не прислал. Второе очко второй финальной игры «Что, где, когда» знатоки заработали на детском вопросе о сказочном герое, ответив досрочно. Его знают почти все. Он был художником, поэтом, музыкантом, доктором, путешественником, космонавтом. Внимание, вопрос. Кто он? Это Незнайка. Внимание, правильный ответ. Совершенно верно, это Незнайка. На этом удача от команды Ерсалинской ЦРБ отвернулась, да и вопросы были не из легких. Однако по поводу проигрыша знатоки не расстраиваются. Наоборот, благодарны за интеллектуальный районный проект и надеются на продолжение. Замечательный проект, очень интересный, необходимо его продолжать, развивать. Ну и если будут участвовать другие команды из других поселков, то, я думаю, он будет еще интереснее. Вообще хочется сказать большое спасибо организаторам, потому что такой опыт развития и такой праздник, наверное. У нас так мало праздников в жизни. И такой интеллектуальный праздник, он очень приятен для нас. Ни капельки не обидно, что мы там на какие-то вопросы не ответили. Просто где-то не дожали. Были правильные варианты ответов, но не смогли дожать, приняли неправильное решение. Самое главное, что нас объединяют эти игры, объединяют как игроков команды в учреждении отдельном, так и игроков различных команд, различных учреждений. Мы на самом деле за весь этот период игр, мы очень сильно все подружились, общаемся вне игры, очень тепло и хорошо. Мы считаем, что есть большая необходимость развивать именно это направление. Мы понимаем, что нужен профессиональный стол, монитор, уже замечаем какие-то тонкости. Я думаю, что было бы вообще супер, если бы мы играли уже между населенными пунктами. Две финальные игры остались позади. Впереди заключительная игра знатоков команды «Культура» и телезрителей. Каким будет этот финальный аккорд, предугадать сложно. И сами игроки, и все мы, участники районного проекта, желаем успеха в третьей команде-финалисту. Что из этого получится, увидим уже совсем скоро. Татьяна Журавлева, Иван Дармаграй, Ямальское районное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова